Добрый вечер, уважаемые соотечественники! Я сегодня в прямом эфире хочу изложить текущуюся ситуацию, чтобы вы все понимали, что мы находимся на пороге огромных перемен. Эти перемены связаны с тем, что намечается, по сути дела, смена политического режима. Но я сразу хочу сказать, что у этой политической верхушки во главе с Насултаном Назарбаевым и его окружением свои планы. Они хотят продолжать и дальше властвовать, дальше утаскивать миллиарды. У народа, конечно же, другие планы. Полностью добиться смены этого политического режима и построить нормальное государство. Вот, собственно, в двух направлениях цель одна, но два разные направления. Одна группа людей, близких Насултана Назарбаева, они пытаются занять доминирующие позиции во власти, понимая, что вот-вот Назарбаев окончательно покинет этот мир. И вторая группа — это народ, который хочет добиться перемен. Многие из вас живут обычной повседневной жизнью и, наверное, не осознают, какие гигантские изменения сейчас происходят в нашей стране. И те заявления, которые сделал вчера Айсултан Назарбаев, вы должны понимать, что они как раз именно с этим и связаны. Вчера заявления Айсултана Назарбаева подхватили практически разные крупнейшие международные средства массовой информации. Я могу сказать, что такого, наверное, не было в истории Независимого Казахстана, что когда член семьи Нурсултана Назарбаева делает какие-то заявления, это подхватывается как средства массовой информации внутри страны. Это очень важный момент, что внутри страны, я потом объясню, почему это происходит. В российских средствах массовой информации, американских средств массовой информации и европейских изданиях. Чтобы молодой человек, которому еще нет 30 лет, делает разные заявления, это подхватывается всеми мировым СМИ. Это говорит о том, что за рубежом прекрасно понимает, что Казахстань на пороге больших перемен. Это должны осознавать мы, граждане Казахстана, даже живя обычной своей повседневной жизнью, мы должны понимать, скоро будут гигантские изменения. И эти изменения затронут каждого из вас. Хотя миллионы людей говорят, я далек от политики, я здесь занимаюсь своим хозяйством, я таксую или еще что-нибудь, я учитель, я далек или далека от политики. К сожалению, так не бывает. Если вы далеки от политики, то тогда вы не должны возмущаться, говорить, что вы мало денег получаете, или что у вас дороги плохие, или что у вас медицина настолько ужасающая в вашем городе-поселке. И что же с этим делать? Это все прямо политика. Я сейчас хочу пояснить все это, показать на примерах, каким образом гигантские тектонические сдвиги происходят в сознании нашего народа, и как это повлияет вообще на политическую ситуацию в нашей стране. Итак, сейчас Назарбаев продолжает рулить страной. Есть прокладочный президент, как я его называю, мебель такая, который вообще ничего не решает. И вообще ситуация такова, что на самом деле из окружения Назарбаева хотят прийти к власти члены его семьи. Но и члены семьи это две большие группировки. Вы все должны понимать, что султан Назарбаев для себя принял решение, что будет президентом страны Дариган Назарбаева. Он для себя это определился. И, конечно же, когда он ушел в отставку, он принимал решение о назначении Токаева не случайно. То есть он для себя принимал решение, что будет Дарига, но в связи с тем, что именно наша политическая организация, демократические выборы Казахстана, заранее озвучила его планы, разоплачила его план построения монархического государства, ханства. Назарбаев был вынужден, по сути, сделать прокладочного президента Токаева и заявить, вот видите, все нормально. Не будет никакой монархической передачи власти и все прочее. Как бы обмануть. Вы все прекрасно знаете, Назарбаев все время говорит, девальвации не будет, не будет, но в один день раз и девальвации. Потом он говорил, выборов досрочных не будет. За месяц до своей отставки, позиции президента, он об этом говорил, потом раз, ушел в отставку. Поэтому мы все должны понимать, что все эти промежуточные действия с Токаевым, он был вынужден принять. И те люди, которые убеждали его такое решение принять, которые часами уговаривали Назарбаева, что нужно поставить Токаевым, это были Карим Масимов, нынешний председатель Комитета национальной безопасности, и Тимур Кулебаев, который имеет на него наибольшее влияние. Я объясню потом, почему наибольшее влияние именно эти люди. Итак, они прекрасно понимали, Тимур Кулебаев, Карим Масимов, что Назарбаев уже определился, поставит президентом Даригу. Но если бы они просто говорили, мы против и так далее, то Назарбаев уперся врагом и поставил бы Даригу. Но эти люди, прекрасно зная, как влиять на Назарбаева, они ему сказали следующее. Ну смотрите, сейчас если вы поставите Даригу, а мы ее приветствуем, мы ее поддерживаем, мы всеми руками и всеми своими финансами возможностей будем помогать, чтобы стала именно Дарига. Это правильное решение. Так они говорили Назарбаеву. Но давайте мы тут временно поставим Такаева, чтобы мировое сообщество не шумело, чтобы граждане Казахстана не повторяли слова Аблязова, что вот готовится монархическое устройство. Давайте мы успокоим общественное мнение, давайте мы обманем их, давайте мы поставим Такаева. Он же нормальный парень, он скажем в угол уйти, он в угол, скажем лечь, он будет лежать. Скажем вообще пропади, он пропадет. Ну нормально же все, никакой угрозы власти нет, вы сидите в Совет Безопасности, все силовые службы под вашим контролем, средства масс информации под нашим контролем, капитала в наших руках он никто. Давайте временно поставим эту куклу. И Назарбаев кряхтя соглашается ставит Такаева. И вот что называется Дарига сейчас в подвешенном состоянии, она переживает, вдруг что-нибудь завтра случится с Назарбаевым. Тогда группировка во главе с Тимуром Кулебаевым и с Каримом Асимом, имеющие наибольшее влияние на Тукаева, имеющие капитал и все прочее, силовые рычаги, они не допустят, чтобы к власти пришла именно Дарига Назарбаева. Они не хотят ее, они ее боятся, они ее ненавидят и так далее. Хотя внешне, конечно, у них дружеские отношения, на празднествах они друг другу признаются в любви и все прочее, но все должны прекрасно знать этот политический расклад. Эта группировка Тимур Кулебаев и Карим Асимов, они не заинтересованы в приходе к власти Дарига Назарбаева. Собственно, если говорить о нас, о народе Казахстана, мы вообще не заинтересованы ни в Кулебаеве, ни в Назарбаеве. Мы должны их полностью убрать и построить новую страну. Вот, что называется, у разных групп, сообществ и разные интересы. Но мы народ, нас более 18 миллионов, они просто небольшая кучка, члены семьи и их приближенные. Вот, собственно, вот такая ситуация. Сейчас, после выступления Айсултана в политической верхушке происходит паника. Серьезная паника, потому что Айсултан Назарбаев ударил по самому больному очень точно. Он объявил, что ему этот режим не нравится. Он сказал, что, он удивляется, что американцы не накладывают санкции против действующего режима Казахстана. Представьте, это член семьи Нусултан Назарбаева проявляет, скажем, несогласие с действующим курсом. А что нам остается простым гражданам, если член семьи против, он, что называется, переболел, прозрел. Он понял, что этот режим, Нусултан Назарбаева, приводит в страну к хаосу и к тупику. Это очень важное для него было решение. Не случайно он много говорит о Боге. Это человек, который 14 месяцев просидел в тюрьме, как бы его лечили от наркозависимости, 14 месяцев его бросили, держали в закрытом помещении. И, конечно же, когда человек находился в таком состоянии, он пересмотрел свое отношение к своей жизни, пересмотрел свое отношение к своим близким. И, конечно же, это возможно тогда, когда происходит как бы очищение человека. И вот, собственно, не случайно он искал себе якорь, он искал себе упор, опору, и не случайно он поэтому обращается к Богу. Я хочу обратить ваше внимание. Я могу еще раз повторить, что этот человек был встроен в верхушку, он имел все. И, конечно же, шаг за шагом, не соглашаясь с теми или иными действиями, он пришел в ситуацию, когда он стал противником этого режима. И вот, смотрите, теперь, как будет действовать группировка Кулебаев-Масимов. Их задача сейчас воспользоваться этой ситуацией и добиться полного смещения Дарьги Назарбаевой. Она стоит того. Они все стоят того. Но мы сейчас поговорим пока о Дарьге Назарбаевой. Ну, посмотрите, сын Дарьги Назарбаевой, Вайсултан, создал много проблем. Кто мать? Мать Дарьга. Она эти проблемы не решает. Она могла бы давно и как мать, и как государственный служащий высокого ранга отрегулировать этот вопрос. Но она не делает этого. Более того, она усугубляет положение. У него отбирается паспорт Вайсултана, он прессуется, его запугивает, за ним слежка. Он в отчаянном положении. Это делает мать. Первое. Второе. Она как государственный служащий высокого ранга должна была как политик этот регулировать. Она тоже это не делает. Но для Назарбаева Дарьга, наверное, при всех ее недостатках, предпочтительная, тем не менее. Если эта группировка будет ее поливать негативно, то, конечно же, он все это отвергнет. А тут, поэтому, зная Назарбаева, нужно придумать другую конструкцию, чтобы убедить его. Ну, во-первых, надо показать, что Айсултан невменяемый. Не случайно в средствах масс информации, которые контролируют, кстати говоря, Карим Асимов и Тимур Кулебаев, массировано распространяется заявление Айсултана. Обратите внимание, если бы это было, например, заявление мое, противника режима, или еще кого-то, критика режима, как вы понимаете, никакие средства масс информации бы не распространили бы. А тут, получается, они себе в ноги стреляют. Задумайтесь. Средства масс информации, как КАСТАК и другие средства масс информации, контролируемые Тимуром Кулебаевым и Каримом Асимовым, все это тиражируют, размножают. Это же странно, да? Но они же не просто размножают, они как бы раздражают Назарбаева и показывают, смотри, вот Дарига не справляется, она нам создала проблему, она не может решить вопрос со своим сыном. То есть она уже вызывает негатив у Назарбаева. Как же так? Айсултан наносит удары, почему ты его не можешь успокоить? Вчера министр информации Абаев его представил, что он оказывается невменяемый, психотропные средства и так далее, и им манипулирует. Почему нужно, чтобы кто-то манипулировал? Кто имен не называет? Ну вот вчера Аркадий Дубнов на радио Эхо Москвы озвучил, он сказал, есть два персонажа на его взгляд, он убежден, которые якобы манипулируют Айсултаном Назарбаевым. Это Мухтар Аблязов и Альнур Мусаев. Но ясно, что Мухтар Аблязов никогда не будет сотрудничать с Альнуром Мусаевым. Это бывший представитель комитета национальной безопасности, скажем, грязный человек. И я никогда с этим человеком бы не сотрудничал и не сотрудничаю. Но в глазах Назарбаева мы являемся его личными врагами. Ну Альнур Мусаев, потому что бежал в Австрию вместе с Рахатом Алиевым. И он как бы вместе с Алиевым считается мочил режим. Хотя был момент, он же отошел от Алиева в итоге. Ну Мухтар Аблязов действующий враг политический. И то есть, что здесь объединяет меня и Мусаева по аргументации этих людей. Тимура Кулебаева и Масимова. Мы оба враги, считается Нурсултана Назарбаева. И это вызывает у него безусловный негатив и определенное доверие. А оказывается, Айсултаном манипулируют Мухтар Аблязов и Альнур Мусаев. Оба враги Нурсултана Назарбаева. Это вызывает определенное доверие к аргументам Тимура Кулебаева и Каримова Масимова. Далее, что нужно еще сделать? Еще более создать, усугубить положение для Дарьги. Известно, что Альнур Мусаев контактирует с Дарьгой Назарбаевой. Через помощников, через разные схемы. Они звонят, это Назарбаеву известно. Глава спецслужб доложил, это уже невозможно спрятать. Тем более, Айсултан четко сказал, что Альнур Мусаев работает в интересах Дарьги Назарбаева. Вот еще негатив. Враг Назарбаева общается с Дарьгой. Зачем? Заговор хотят сделать, сместить хотят Назарбаева. И, собственно, вот такой вот двойной негатив формирует доверие к тем людям, в частности Тимуру Кулебаеву и Кариму Масимову, в их аргументации. Итак, он начинает верить Назарбаеву, что Айсултаном манипулирует Мухтар Аблязов, его враг, и Альнур Мусаев, его враг. Первое. Второе. Они говорят Назарбаеву, а давайте мы спишем на Аблязова еще одну проблему. Он же выступил и сказал, что в Курдае все эти события организованы самой властью. А давайте мы развернем все это против Аблязова. Скажем, это он организовал. И вот обратите внимание, сегодня выходит депутат Мажелиса Баха Цмагул. И он говорит, что я думаю, что события в Курдае организовал Мухтар Аблязов. Ну, все, конечно, смеются. Я видел казахоязычные мемы, когда люди смеются, говорят, у меня вчера собака умерла. А, я понял, кто виноват, это Мухтар Аблязов. У кого-то корова не дает нужное количество молока. А, кто виноват, Мухтар Аблязов. Это вроде шутка, но на самом деле я вам хочу показать, как все это складывают эти люди, чтобы затем, используя контроль над средствами массовой информации, сформировать в ваших глазах это мнение. Что оказывается, именно Мухтар Аблязов виноват в Курдай, что произошли там события различные. И именно Мухтар Аблязов манипулирует Айсултаном, чтобы нанести сильнейшие удары по Назарбаеву. Я хочу вам напомнить, что Айсултан вчера заявил, что газ в Казахстане скупается по низким ценам, а газ можно было бы экспортировать за пределы Казахстана, например, в Европу по трубам Газпрома. А Газпром как бы не пропускает наш газ, тут создается совместное предприятие Каз, Росгаз. В свое время был Бурамбаев, его руководитель, Бхарят Бурамбаев, он же тесть Айсултана. И этот газ по сниженным ценам скупается, и по трубам реально продается на экспорт по высокой цене, а реально вся прибыль собирается на офшоре в Сингапуре. Размер полтора миллиарда долларов. То есть, запомните цифру, каждый год у страны только по одному контракту, а контрактов там сотни, крадется полтора миллиарда долларов, и чтобы не было видно спрятать следы, эти полтора миллиарда делятся с главой Газпрома Миллером. Это ближайший сподвижник Путина. Обратите внимание, каждый год полтора миллиарда у нас крадется, и чтобы эти деньги красиво украсть, встраивается Миллер, глава Газпрома, и отпиливается таким образом полтора миллиарда долларов у страны, делится между партнерами. И вот об этом Айсултан вчера в своем заявлении сказал. И он же сказал, что Дариган Назарбаева пыталась контракты эти отобрать, эту прибыль забрать себе. Значит, Дариган Назарбаева не только рвется во власть, она хочет отобрать деньги у Тимура Кулебаева. Конечно же, вы понимаете, сумма огромная, полтора миллиарда долларов, на них претендует Дариган Назарбаева. Поэтому эта группировка, Карим Масимов вместе с Тимуром Кулебаевым, они друзья, политические соратники, они решают много задач. Первое, они устраняют Даригу. Второе, они не дают возможность, чтобы она влезала и отгрызала их полтора миллиарда долларов. И третье, убирая серьезного конкурента, главного своего конкурента, они следующим этапом смещают Токаева. Вот такой замысел. Поэтому, этот замысел, я его не придумываю. Я хочу ваше внимание обратить, что сегодня везде было распространено интервью на Эхо Москвы журналиста, кремлевского журналиста Аркадия Дубнова, где он прямо все это озвучил. Что оказывается, эти события не случайны. В Курдай прямо указывает, что это я в этом участник, по сути дела. Если посмотрите внимательно, контекст он связывает. Он прямо не говорит, что я, но четко связывает в своем выступлении. Второе, он говорит, что манипулирует, что манипулирует Айсултаном Аблязов и Мусаев. Третье, он заявляет следующее, что Токаев хороший, просто ему наследство от Назарбаева досталось и пинает между делом Назарбаевой. И далее, он говорит, Даригуша, ну ты же должна уйти в отставку, заняться сыном, заняться его воспитанием, лечением. Ну зачем тебе? Видишь, тут такой ущерб наносится стране. Обратите внимание. И вот здесь идет прям цепочка. Там бахаться могу говорит о том, что Аблязов организовал курдай. Здесь этот Дубнов российский заявляет, что Дарига должна уйти в отставку. И обратите внимание, эхо Москвы финансируется Газпромом, тем самым Миллером, партнером Тимура Кулебаева. И обратите внимание, что Тимур Кулебаев член совет директоров Газпрома. За какие заслуги? Заслуги очень простые, потому что они делят полтора миллиарда долларов вместе с Миллером. Для вас многих, наверное, это кажется сложным, но я вам просто подробно объясняю, как здесь все устроено, чтобы вы понимали, как работают все эти пружины и механизмы. Поэтому, собственно, с учетом того, что эхо Москвы финансируется Газпромом, Миллером, они устраняют Даригу, проводят выступления депутата Мажлиса и вот так вот все смыкается. И обратите внимание, российские СМИ подхватили все в формате, что Айсултан не вменяем им манипулирует, что ему нельзя доверять и все прочее. Но западные СМИ тем не менее печатают, они рассказывают и сейчас я знаю, что и на меня выходят разные журналисты и просят, чтобы Айсултан дал им интервью. Огромное количество ведущих западных средств масс информации выходит на меня, думая, что я имею прямые контакты с Айсултаном. Я, конечно же, направляю, говорю, вот у него есть Фейсбук, выходите и он сам вам даст интервью. Я не в состоянии откомментировать все его заявления. Итак, вот, собственно, что происходит. То есть, Тимур Кулебаев использует всю эту ситуацию, намеревается отстранить Даригу Назарбаеву, защитить свои ежегодные полтора миллиард долларов, которые они пилят с одного контракта. На первом этапе ее отстранит, затем следующий этап отстранить Токаева. Сейчас они Токаева трогать не будут. Им важно убрать конкурента Даригу. И, соответственно, вот эта вся шумиха разворачивается. Видите, даже Азаттык, теперь мы можем называть издание Азаттык, независимое якобы, Нур Азаттык. Они лгут и все время так говорят, якобы кто-то управляет аккаунтом, некие люди хотят показать из него Ай-Султана, что он невменяемый человек. Вы понимаете, да? Якобы независимое. В настоящее время, которое вчера тоже давало достаточно объективные репортажи, организует видеоэфиры, идет нападки на меня. Это тоже одна группа. Азаттык, в настоящее время, они финансируются из одного центра, журналисты между собой общаются, фактически идет единое управление из Праги. Вы все должны понимать, как строится вот эта вся информационная армада, для каких целей, тогда вы будете понимать, почему завтра у вас жизнь такая или эдакая. Она прямо связана с этим. Таким образом, вы в ближайшее время можете наблюдать, как произойдут серьезные события. Серьезные события, которые повлияют на вашу жизнь. Эти люди, они хотят этот гнев народа, который связан с их плохой жизнью, с этими негативными последствиями, которые были в Курдайе, они хотят канализировать и отвести удар от себя и перевести стрелки на других. Вы знаете, я уже об этом говорил, Назарбайу очень важно было, чтобы эти события там произошли, в Курдайе, для того, чтобы не обращаться к Китаю, не говорить, вы зачем преследуете мусульман в Китае, казахов, например, в Китае, тогда китайцы им просто говорят, да вы сами преследуете мусульман в Казахстане, вон в Дунгане же мусульмане, вы тоже их там мочите, все средства масс-информации России устроили истерии, почему, почему российские средства масс-информации вот уперлись, что оказывается Казахстану идут погромы, потому что им тоже выгодно, чтобы госсекретаря США оказать влияние давлений на Китай, чтобы лагеря были закрыты. И вот совместная эта операция была. Все это кажется сложным, но все это на самом деле просто, чтобы вы понимали. Теперь о наших целях, задачах. Мы все понимаем, что мы должны добиться смены режима. Для нас что Назарбаев, что Дарига, что Кулебаев, это одна мафиозная группировка, которая должна уйти с политической сцены Казахстана. Уважаемые друзья, я хотел бы вам просто на примере простом показать, когда вы думаете, как это изменить вашу жизнь к лучшему. Показать вот на поверхности, где все это лежит. Представьте себе, что газ Казахстана продавался по мировым ценам и полтора миллиарда долларов, которые сейчас воруют Тимур Кулебаев и Назарбаев и делится с Миллером, было бы внутри страны. пришло бы экономика страны. Что такое полтора миллиарда долларов? Полтора миллиарда долларов в год это кардинальное решение проблемы, экологической проблемы в Алмате. то есть всю систему отопления можно перевести на газ не только Алматы, всего Южного Казахстана. Это Джамбульская область, это Южно-Казахстанская область, полностью, тотально на газ, полностью отказаться от угля, полностью. Эти полтора миллиарда долларов просто так решают эту проблему, которая сейчас уходит в карманы семьи Назарбаевых. Что такое полтора миллиарда долларов? Это ежегодное можно построить 150 для жилье для 150 тысяч человек просто бесплатно давать. У нас в стране 250 тысяч человек, которые нуждаются острые в жилье. Они бедные и у них нет никаких шансов. Так вот, каждый год, а они этот контракт ведут уже лет 15, то сумма украденных денег минимум 20 миллиард долларов. Представляете, каждый год 150 тысяч человек получали бы бесплатно жилье. То есть полтора миллиона человек за 10 лет получили бы квартиры бесплатно со стороны государства. Но я не говорю, что бесплатно надо раздавать, но я просто вам говорю, что такое полтора миллиарда долларов. То есть мы бы решили экологические проблемы всего Южного Казахстана, где суммарно живет около 6 миллионов человек минимум. А по-моему даже 7-8. То есть бы решили проблему газоснабжения, решили бы проблему экологии, которая как острейшая проблема стоит в Алма-Ате, не решается десятилетие, эти деньги бы кардинально этот вопрос решили бы, кардинально. Мы бы могли бы решить вообще проблему жилья в стране. Но вообще что такое полтора миллиард долларов? это бюджет как минимум 5-6 областей Казахстана, ежегодный бюджет 5-6 областей Казахстана, это бюджет нескольких миллионов человек. Вот представьте, между делом один контракт в нашу зону внимания попал благодаря Султану, где просто семья распиливает ежегодно полтора миллиард долларов. Теперь следующее, почему Тимур Кулебаев и Карим Асимов пользуются гигантским влиянием? Хотя вы вчера слышали, Айсултан сказал, что только он с этого контракта увидел, как Гоги Ашкенази, подружка Тимура Кулебаева, получила 300 миллионов долларов. 300 миллионов долларов это 100 школ, просто так можно каждый год строить. И ну получается Назарбаев все это же терпит, нормально все. Почему это происходит, что Тимур Кулебаев с Карим Асимов обладает таким огромным влиянием? Они контролируют его личные капиталы, они защищают его власть. Я сейчас могу вам уверенно сказать, я раньше вам расчетным путем показывал, я знаю, где их средства хранятся, и могу сказать вам просто, два человека, Тимур Кулебаев и Карим Асимов контролируют наличные деньги, порядка 100 миллиардов долларов, через своих подставных лиц, ну в таких юрисдикций как Дубаи, Сингапур, именно наличными деньгами. Представьте сумму 100 миллиардов долларов, это 4 годовых бюджета страны, ну еще 100 миллиардов долларов у Назарбаева это в разных активах, крупных промышленных предприятиях, акции и так далее. И вот эти два человека контролируют только наличных средств 100 миллиардов долларов. Ну конечно же он им доверяет, эти люди делают что хотят, вместе с ним пилят деньги страны, и поэтому когда вы говорите как изменить жизнь, я просто вам показываю одну сделку, когда полтора миллиард долларов просто растекается, и они решают проблему 5-6 областей, решают проблему экологии, решают проблему жилья, в принципе в нашей стране, это только один контракт. И когда я озвучиваю, что ежегодно крадется минимум 30 миллиардов долларов, я конечно говорю очень скромную цифру, в реальности масштабы воровства во много раз больше. Уважаемые друзья, 22 февраля мы проводим митинги по всей стране за достойную жизнь, вы все можете выйти со своими требованиями, нефтяники, работники сырьевых предприятий и потребовать, чтобы минимум по 1000 долларов вы получали заработную плату, минимум, я вчера выступая по джисказгану показал, что это вообще плевая проблема для одного только предприятия, то же самое было по косынку, то же самое по кармет комбинату или сейчас как называется Арселуру Миттл, эти все предприятия могут вам платить минимум дополнительно по 1000 долларов в существующей вашей зарплате, потому что вот видите сколько денег утекает мимо, поэтому мы понимаем, что эта политическая верхушка хочет продолжать свое существование в том виде, который сейчас есть, но активность общества сейчас настолько изменилась и эта власть боится, пугается и поэтому они любым путем будут сопротивляться, то же самое Айсултан Назарбаев, он обращается к народу, он говорит, мы можем вместе объединившись добиться смены этого политического режима, построить нормальное государство, это делает член семьи султана Назарбаева, у которого было все, он мог пристроиться, иметь свои миллиарды и просто жить где-то за рубежом, иногда приезжать в гости, но он отказался от этого, обратите внимание, почему мы простые граждане должны молчать, почему мы не должны добиваться смены этого политического режима, я все эти детали вам рассказывал, чтобы вы понимали, какую цель преследует эта политическая верхушка, какими действиями они этого добиваются, кого они пытаются дискредитировать, как они используют средства масс информации, как они используют силовые структуры, в частности полицию, вы все это должны понимать для того, чтобы для себя принять решение, нас много, нас миллионы, их немного, да, они используют полицию, но полиция тоже получает гроши, когда вы увидите, как миллиарды долларов утекают мимо вас, вы должны осознать, это ваши деньги, и вы можете завтра изменить свою судьбу, 22 февраля 14 часов по всему Казахстану, я призываю вас прийти на митинг, я призываю вас добиться смен этого политического строя, построить нормальное демократическое государство, крутую страну, мы можем это сделать, Алга Казахстан.